Транспортный самолет украинского ОКБ Антонова Ан-72 был создан специально для выполнения тактических миссий с использованием укороченной взлетно-посадочной полосы. Это становится возможным благодаря оригинальному расположению двигателей на крыле. Они находятся высоко и вынесены вперед. В истории эксплуатации Ан-72 были случаи, когда для взлета и посадки ему хватало всего лишь 450 метров. Изначально Ан-72 создавался для работы в крайне неблагоприятных климатических условиях, к примеру, низких температур в Сибири и Заполяре. Кроме того, самолет может садиться на короткие грунтовые полосы и даже на лед. Все это делает машину незаменимым транспортным средством для казахстанской армии. На авиазаводе в российском городе Таганроге прошли ремонт и модернизацию два самолета. Ранее эти Ан-72 входили в состав российского авиационного подразделения, которое было дислоцировано на космодроме Байконур. После передачи Казахстану было решено пополнить им армейскую военно-транспортную авиацию. Второй борт придет с ремонта в начале следующего года. Оба самолета оснащены полным комплектом средств наземного обслуживания и ремонта. На самолете выполнены капитальный ремонт обоих двигателей и планера. Также модернизировано радиоэлектронное оборудование, система инструментальной посадки. Самолет дополнен системой ТИКАС. ТИКАС – это система об опасном сближении и столкновении самолетов в воздухе. Также установлена навешившая система спутниковой навигации. Военные летчики говорят, что Ан-72 позволит повысить мобильность казахстанских войсковых подразделений. Он способен перевозить до 7 тонн грузов, колесную самоходную и несамоходную технику. А также брать на борт 68 солдат или 57 парашютистов в полном обмундировании. Два экипажа, которые будут летать на казахстанских Ан-72, прошли переподготовку на Украине, в УКБ Антонова. Предполагается, что тренировочные полеты на первом прибывшем самолете начнутся в декабре, после оформления необходимых документов и согласования полетной документации со всеми казахстанскими структурами, отвечающими за использование наземной инфраструктуры и воздушного пространства. Григорий Беденко, Владислав Шишко, агентство Хабар из Алматы.